Учитель. Что стоит за этим привычным словом? Учитель – это и отличный психолог. Учитель – это и замечательный поэт. Учитель – это и великолепный актер. Но самое главное, что учитель – это незаменимый помощник и настоящий друг. Традиционно, в дни весенних каникул, в Большом зале администрации был проведен районный конкурс «Учитель года», в котором приняло участие пять педагогов общеобразовательных школ города и района. Данный конкурс – это своеобразный путь к самосовершенствованию и самоутверждению, который дает равные возможности заявить о себе в своей профессии и новичку, и опытному педагогу. Конкурс позволяет определить не просто самого хорошего учителя, а учителя творческого и устремленного в будущее. Учитель – это тот человек, который связан с ребенком гораздо, порой даже больше, чем родители. Мы их видим, это говорят даже дети, что вы с нами находитесь гораздо больше, чем наша мама. Так как моя работа связана именно с созданием продукта, с созданием каких-то коллекций, то в своей работе я привлекла именно результаты детских проектных работ и получилось выступление. Любой конкурс – это заряд энергии, заряд оптимизма. Это радость, это красота. Решение о принятии участия в этом конкурсе было спонтанным, неожиданным. Но поскольку я выиграла конкурс «Учитель года» в рамках школы, заняла там первое место, поэтому пришлось участвовать на муниципальном уровне. Готовиться было тяжело, довольно трудные были задания, но тем не менее было интересно, и я получила огромный багаж опыта. Меня сегодня поддерживают мои коллеги и мои ученики, мой актив класса, самые активные учащиеся. Татьяна Александровна предстоит нами хорошим, хорошо воспитанным учителем, который классный руководитель очень хороший. Ну, конечно, хочется помочь классному руководителю, занять как-то призовое место, но еще самое главное – это участие, а не победа. Татьяна Александровна, она добрая, отзывчивая, всегда нам помогает, и мы решили тоже ей помочь в этом конкурсе. Мы сочинили стих, это, ну, сами, вот, сегодня будем читать его. Ну, я очень люблю. Цели конкурса заключаются в том, чтобы раскрыть творческий потенциал педагогических работников системы образования. Выявление талантливых учителей, стимулирование их дальнейшего профессионального роста, повышение престижа профессии – такие, пожалуй, главные задачи стоят перед организаторами конкурса. Я учитель, я детей учу и горжусь высоким этим званием. По жизни быть стараюсь оптимистом, пусть светит солнце или кружит снег. Я женщина, ты мама. Вы учитель! А значит, я счастливый человек. ПЕСНЯ 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 Пусть судьбы ко всем, ко всем, Счастье себе прошу. На-на-на-на-на-на-на, На-на-на-на-на-на-на, На-на-на-на-на-на-на-на, Счастье себе прошу. А знаешь, нам нужен огонь в руке, Пусть я за ногтая, Светит он в судьбе, Гребучая смешает, Но жду в труде, Но каждый должен, Пусть и дорога своей. Стоит заметить, что официальной эмблемой конкурса является пеликан, распахнувший крылья над своими птенцами. По легенде, эта птица является собой образец самоотверженной родительской любви, что призывает педагогов к самопожертвованию и милосердию по отношению к ученикам и воспитанникам. Сегодняшний конкурс проводится уже много лет. И определение, кто из них лучше в профессии, наверное, это какие-то условности, но все равно среди профессии должен быть такой конкурс, определяющий, кто же все-таки чуть-чуть лучше наших лучших представителей среди учителей, педагогов. Поэтому сегодня я хочу пожелать участникам, финалистам победы. Но я думаю, что они знают, что они лучшие в своей профессии. И дети их любят каждый по-своему. Всем сегодня удачи. Профессия учителя названа самой благородной. И это на самом деле так, потому что какой бы предмет ни преподавал, он должен направлять чувства и ум ученика на хорошее, помогать раскрываться способностям. Нужно чаще говорить спасибо тем, кто изо дня в день готов трудиться на благообразование ради нашего будущего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!